Здравствуйте! Сегодня с вами я, Неля Косенко и Евгений Майкун. Сегодня мы вам расскажем, как в тренажерном зале проработать трицепс, при этом не травмировать локти. Основное, что требуется во французском жиме, это чтобы ваши руки, то бишь ваше плечо, находилось под углом практически 45 градусов. Опускание происходит за голову до прямого угла. Подъем происходит, штанга идет строго вверх, локоть вдавливаете под штангу. Сейчас Евгений продемонстрирует, чего ни в коем случае нельзя делать на французском жиме, но, к сожалению, это распространенная ошибка. Нельзя опускать в район луба. Многие это делают. Локти должны быть узко. Это обязательное условие. Поднимаете штангу. Если у вас штанга вышла на вертикаль и при этом вес еще начинает двигаться через локоть, это шанс, что вы его травмируете. Рассмотрим еще одно упражнение на трицепс, которое очень часто встречается у клиентов в тренажерном зале. Ваша задача отойти немножечко назад. Выводим перекладину вниз. Уводим таз назад, слегка наклоняя корпус. Руки приподаем вперед, для того, чтобы предплечье и плечо оказались опять-таки под углом. Сгибание рук происходит до прямого угла. Чуть-чуть можно больше. Обязательно концовка должна быть пауза и вдавливание в трицепс. Таким образом вы его приподнимаете и формируете его красивый объем. Сейчас я вам расскажу еще об одном упражнении. Это разгибание рук с веревкой. Принцип выполнения очень похож на упражнение с перекладиной. Единственное, что концовка отличается. Мы также выводим руки напрямую, но в конце вам нужно полностью растянуть веревку. Сгибаем также до прямого угла и разводите. Что это дает? Разворачивая полностью руки, вы напрягаете латеральную головку трицепса, которая создает хорошую картину проработанного красивого трицепса. Обязательно конечная точка жесткая фиксация трицепса.